Доброе утро. Чарли Бенеки? Бэйн. В машине лезет. Ой, всем привет. В общем, отработала. Иду сейчас, наверное, в Лидл поеду. Не, наверное, а точно в Лидл. Да что, что-то аквалаш. Потом говорят, мол, смотрите, что творится. Там почту разносят. В общем, у нас сегодня, знаете, какая новость дня? Все только об этом говорят. Чарли Бенеки, какой-то мужчина умер. От коронавируса. Вот. И все об этом только и говорят. У нас же это не этап. Каждый день уже они умирают. Тем более, вот такой маленький городок. Здесь 12 тысяч населения. Вот. И все только об этом говорят и знают. И тем более, а здесь, который жил наверху. Знаете, где он его подцепил? В больнице. А вы говорите, в больнице, что они все закрыты. Все открыто. Только нахрен туда ходить. Все, Вя, Чарли. Вот пошел, говорит, сделать это. Аналитику. Ну, сдать анализы. Сдал. И он, и жена Лежали, говорит, в одном и том же номере. На одной и той же палате. Жена вот все еще лежит в больнице. А муж скончался, представляете. Вот так вот выходи потом в больницу. На анализы сдай. Лишний раз туда идти не захочешь. Да и не лишний раз. А просто вообще идти туда не захочешь. Поэтому, говорят, нету. Все болезни с вирусом исчезли. Дай Бог, чтобы они исчезли. Ладно, поедем с вами в Лидл. Новости деревенские вам рассказала. Вот. Потому что только об этом я сегодня бабушку укладываю. Постоянно домой хожу. Вот она мне прям с распорога. А ты знаешь, этот умер? Я говорю, да ты что? Потом пришел еще один. А ты знаешь, этот умер? Я говорю, ну, обалдеть. Так что вот так. Ну, как деревенские новости, знаете. Все деревни, они одинаковые. Испанские, русские, немецкие. Мне кажется. Ладно, поехала я. Смотрите, какой с моря идет туман. Видите? Прям все это. Все в тумане. Ничего не видно. Обалдеть. Я сегодня на пляж хотела поехать. У нас, знаете, на этой неделе обещают, что придет северный ветер. Температура понизится на 10 градусов. Вот уже с завтрашнего дня. Смотрите, какой, как вы видите. Туман. С завтрашнего дня. Так что нужно. Так мусор вывозят у нас. Так что нужно сегодня, как говорится, пользоваться случаем и ехать на пляж. Потому что потом опять море остынет. И вот такие вот грузовички ездят и собирают мусор. Такая маленькая. Знаю, женщина работает. Она сейчас, наверное, в отпуске. Хорошая такая женщина. Она такая шустрая. Погорел. Плум, плум, плум. Там быстро все так работает. На этом грузовичке прям туда-сюда. Там как пешком на нем паркуется. С любой горки заедет, выйдет. Шустрая такая. Ой, прохладно. В машине хорошо. Смотрите, какое море. Не видно ничего. Обалдеть. Тут, видите, какое туманище. Ничего не видно. Надо же. Смотрите, здесь чайник по 12-13 евро. Такой обычный форм. Нормальный чайник. Почти как мой. Единственное, что мой прозрачный. Было здесь вот такой. Это духовка. 60 евро. Тоже неплохо. У меня, кстати, духовка из Lidl. Тоже маленькая. А что, все время давно смотрю вот на этот вот комбайн. Но у меня, блин, есть мой. Поэтому как бы столько этих... Господи, даже открывашка, смотрите, электрическая. Чего только не придумают. Электрическая открывашка. Сколько же она стоит-то? Чего-то не написано. Не найду. О, какая сумка интересная. Для пляжа. Смотрите, 7 евро. Здесь вот для холодных напитков. А тут прозрачный. Такая симпатичная. 7 евро. А я вот в таких вот... Там ребенок один орет на весь магазин. Вот в таких штуках стираю себе белье. Видите? Очень, кстати, удобно. Люфчики и все такое. Классная штука. 6 евро. Но я дешевле намного брала. Такие, наверное, навороченные. Что тут еще? Венщина вон ведро выбрала себе. Я цветочки взяла. Сейчас приду домой, вам все покажу. Такие вот вверх. Смотрите. Смотрите, что нам привезли. Кто не любит гладить. Такая штука. Вот аппарат такой. Смотрите. Гладильный. 65 евро стоит. Прикол. Кто вот рубахи гладит. Надел вот на эту штуку. Ну надо же. Видите? Говорят, ничего не придумали. Ничего не придумали. Все придумывали. Есть у кого-нибудь такая штука? Вообще удобно. Гладильная доска. 17. Смотрите. Утюг. 10 евро всего. Прикиньте. 10 евро. Я вообще очень редко глажу. Поэтому мне как бы это надолго хватит. Какой интересный. А для чего это? Ящичек. В общем, тут смотрю, что привил. Я люблю смотреть, вот что в Лидл привозят. Тут у нас по четвергам, а по понедельникам привозят разные штуки. Смотрите. Магическая какая-то. Это, наверное, типа это меланиновая губка. Я так думаю. Или что. По-русски не написано. Для машины. Добрею. Интересно. Девки пляшут. Прям хоть это. Чуть-то никто не открыл. Посмотреть. 2 евро стоит. Но мне этих тряпок. Это для машины. Хоть сама иди продавай. Так, ладно. Я уже список посмотрела. Мне нужен порошок. Что у нас тут? Шортики. Спортики. А, смотрите, люфчик какой. Я вот люблю, которые спортивные здесь застегиваются. Застегиваются. У меня есть два. 80 б. И стоит он 5 евро всего. Представляете? Интересно. Видите? На большие тети есть. На большие, поменьше. Какие у вас тети есть? Такой люфчик можно найти себе. Что ж так орешь-то? На весь магазин. Находится в другой стороне. Пипец. Так. За порошком. А, и масло мне нужно. Масло нужно. Оливковое. Так, что у нас тут с оливковым маслом? 4,99. 2 литра. Что, вот это что ли? Ну-ка. А то, знаете, я могу взять литр 2,50. Ну да, наверное, 2 литра. 5 евро стоит такое вот. 2 литровое. 2 литровое. Хлебушек надо тоже мужу взять. У меня хлеба. А, я же за молоком приехала. Воду рыно. Беру сразу вот эту вот упаковку. Вот. И хлебушек. Я всегда интегрально беру. Это 70%. 70% это прям перебор. Цельнозерновой. А, ну. Угу. Или вон тот взять такой вот. Тут разный. Какой взять-то? Мне никакой здесь не нравится. Или вот это все-таки взять? Да, ой, бабушкин хлеб. Возьму бабушки. Так, ну ладно. И за порошком пойдет. И все. Камеру оставила внизу. Продукты завезла. Хотела вам заснять, что почем и как. А камеры нету. А, мам, я в машине. Хорошо машина тут рядышком. Точнее, прям под боком. Быстренько спустилась. Я сейчас покажу, что купила. Это я сегодня в платьишке. Такой джинсовый. Разлетай-ка. Чтобы все поддувало, раздувало. На голове, конечно, у меня кудрей, волос. Ужасть. Ужасть. Надо срочно называть родственницу. Мы с ним все это уже договаривались на этой неделе. У меня на этой неделе как-то люди идут. И, в общем, приютих же я не буду стричься. Так что, может быть, тогда теперь уже на следующей неделе. Вот. Все. Сейчас будем разбираться покупки. В принципе, я немного взяла. Ну, из-за того, что, например, порошок стоит 7 евро 6,69. Но он огромный такой. Я всегда вот такой беру в Lidl. Ну, не такой. Нет. В Lidl всегда беру. Не знаю, почему уже привыкла. Ну, почти всегда такой беру. Так. Гаспачо. Рубль 59. Три штуки. Вот. Пан. Пан. А где пан? А хлеб вот такой. Бабушкин. Как я вам и говорила, взяла. Он у нас 79 копеек стоит. Молоко. По 88 копеек. 6 штук. На 5,28 вытянула. Чтобы моя водичку пьет. Мне нравится такое молоко. Вкусное. Хорошее. С омегой 3. Витамины. Там всякие А, Д, Е. Не знаю. Не сильно я верю в всякие витамины. Но оно, по крайней мере, вкусное. Так. Картошка. 2 килограмма. 2,69. Написано новое. Испанское. Нам этой картошки хватит на месяц. Картошку, как вы можете заметить, редко едим. Но, чтобы была. Надо, чтобы была. Майонез. Я вчера салат настругала. Которые с этими-то, я вам говорила. С тунцом. Рис-то я варила. И ночью у меня, знаете, что-то так думаю. Пойду настругаю. Блин, получилось так много. Всегда не знаю. Вот это моя чашка самая любимая. Есть стеклянные, красивые, разные. Но вот это самая любимая. Здесь тунец, рис, укроп, зеленый лук. Так, что еще? Яйца. Вот эти вот. Вот эти вот. Кукурузово. И майонез. Сейчас добавлю туда. И все. Вот такой у меня будет обед. Майонез у нас рубль 55 стоит. Так, масло 4,99. 2 литра. Это оливковое. Я люблю такое, знаете, чтобы оно не сильное было. Ядреное. Потому что оно горькое бывает. Горчит. Так, это что? А, мои любимые огурцы. Брала в русском все равно. Вот эти лучше. В русском они какие-то не такие. Во-первых, не хрустящие. Вот эти вот самые вкусные огурцы. Такие классные. Не сильно с этим. Кисло-сладкие. Но нет. Они как вот у нас раньше были. Что я рассказываю? Рубль 29 стоит. Так, рубль 99 взяла вот такие вот прищепки. Мне показалось, что это дешево. Потому что здесь много. Так. А, картошка. Вот картошка. Вот такая. Я обожаю картошку. Она, во-первых, в духовке ее делать можно 15-20 минут. Классная такая получается. Так, она у нас стоит рубль. Евро 90 750 грамм. Дешевле даже, блин, чем вот эта. Вот, представляете? Чем свежая. Во, блин, дожили. Так, что еще? Монте-кия. Масло. Рубль 45. Взяла вот такой вот лосось. Блин, ногти от краски у меня. Черные. Лосось. Потому что, смотрите, на этой нормальные, на этой черные. Лосось 100 грамм у нас, значит, стоит, что? 2,49. Чарли вкусняшка, рубль 19. И какая-то истома. Что такое истома? Истома. Что это такое истома? А, цветок. Думаю, что же за истома такая? Цветок. Ой, какой он дешевый, оказывается. Евро 99 всего. И, кстати, он даже пахнет. Что за истома такая? Не знаю. Надо посмотреть, почитать, что это истома какая-то. Видите? Что за истома? Ну, мне цветочки понравились. Там и беленькие, и розовенькие, и разные есть. Прикольно. Немного почитала комментарии, что это робот, это не мультиварка. Мультиварка вот. Она у меня тоже есть. Вот. А это совсем другое. Этот робот, он там режет, варит, шпарит, все дело. Там мультиварка не может резать, она только варит. Разные есть функции, там все на свете. Я буду сейчас варить ножки свиные. Добавила лук, морковь, перец. Ой, перец. Вот это вот. Лаврушка, кстати. Перца тоже не мешало бы добавить. Сейчас добавлю перца. И буду варить. А потом... Все, добавлю. Больше нет. Надо купить. А потом уже надо будет делать соус. И... Так, куда-то я поехала, не туда. А потом делать буду соус. И буду делать... Манитас десердо. То есть, свиные ножки. Вкусняшка. Кто их любит, пишите. Я обожаю свиные ножки. Там нет никакого жира. Один сплошной... Как это сейчас модно говорить? Галаген. Который для вашей кожи очень супер. Очень классно. Выравнивает все морщины. Нет ни одной морщины. Ни тут, ни там, нигде. Поэтому надо есть что? Правильно. Свиные ножки. Или... Куриные лапки. Ну, в лапках там нету ни хрена, ничего. А вот в ножках. Каждую косточку обсасывать. Кто так любит? Я помню, бабушка делала холодец. И я, как Чарли мой, на мясо сбегается. Ну, он, конечно, на мясо не очень. Но на яблоко сбегается. Востребляем такая. И вот эти вот все косточки. Ой, это было самое вкусное из холодца. Вот так же я люблю ножки. Вот. Так что пускай они мне варятся. Два, а может быть и три, а может быть и все четыре часа. И я не спешу. Ладно, пошла я кушать. Ножки у меня сварились до готовности. Они уже такие прям аппетитные. И прям хоть ешь их. Они уже прям... Прям все-все-все. Теперь делаю соус. Здесь у меня перец болгарский, морковка, лук. Ставлю все это сейчас. Добавлю масло. И обжаривать начну. Также я добавлю туда томатный соус. Это просто томаты жареные. Паприку копченую. И пеньонес. Кедровые орешки. Томатная паста. Я ее развела с жидкостью. С бульоном. Из-под ножек. Вот. В общем, это мой собственный рецепт. Что получится, я не знаю. Но должно быть вкусно. Тут у меня заваривается чай. Клюква. Мята. Какой-то ибискус. Ибискус какой-то. Вот. Тут у меня поджаривается моя поджарочка. Вот так вот ее открыла. Чтобы выходила весь вся влага. И поджарилась быстрее. Я думаю, что будут просто обалденные ножки. Любите свиные ножки? Пишите в комментариях. Или нас мало таких. Вот. В общем, сейчас посмотрим, что за процесс у меня получится. На сухой сковородке сейчас обжарю кедровые орешки. Они у меня в заморожке лежали. Поэтому вот так. Сейчас их обжарю немножко. Подсушу, скажем так. Потом добавлю паприку. В какой аромат пошел, просто неописуемый. Добавляем паприки. Главное, чтобы паприка не сгорела. Поэтому я добавила немного сока томатного. И теперь зажарочку сюда. Высыпаем. И поджарим еще немного. Так. Я забыла чеснок. Ну, ничего страшного, добавим сейчас. Так же он изготовится. Какой аромат. Это просто офигеть. Вы знаете, я все эти рецепты смотрела, ковырялась. И, в общем, более-менее по своему рецепту. Я бы хотела сюда запекать и эти кедровые орешки. Поэтому рецепт свой. Сама выдумываю. Голова на плечах есть. Поэтому так. Добавляем теперь томатную пасту. Бульоном. Все это на среднем огне у нас делается. Поэтому можно увеличить, чтобы все было это плюм-плюм-плюм-плюм. Плюм-плюм-плюм-плюм. Так, это соус должен быть как бы так жиденький. Что-то мне кажется, я много этих кедровых орешков. Можно сюда уже и томатную пасту залепить. И даже еще бульончика подлить. Ой, как вкусно пахнет. Обалдеть. Добавляем специи, какие любите. У меня что тут есть? Альбака не пойдет. Орегану. Можно чуть-чуть орегану. Или орегану, как там оно правильно. Ну, вы знаете, тоже это правильно. Правильно по-русски по одному правильно, а по-испански по-другому правильно. Поэтому иногда и выходит, что скажешь, скажешь неправильно. Но по-русски неправильно, а по-испански совершенно все верно. Например, по-испански орегану. Как по-русски я даже понятия не имею, если честно. Так, ну, можно уже, знаете, сюда наши ножки класть. Вот так. Оп. Чтобы они еще и ножки там потушились, а как же. Оп. Ой, какой вкусный будет рецепт. Я вот помню, в России так как-то не делали у нас ножки, вот чтобы отдельно. Холодец, да, а вот чтобы вот так отдельно, такого не было. А тут в баре можно спокойно спросить. Даже есть специальные бары, которые именно, как это, практикуют вот эти вот ножки. Не практикуют, а делают. И мы вот ездим, когда я очень люблю ножки. А, даже не надо бульона, потому что все замечательно здесь вмещается. Теперь надо все это смешать вот так. И потушить минут 10, наверное, чтобы все вкусы смешались. Ой, блин, какая же это вкуснятина. А, и попробовать на соль. Соль я вообще не добавляла, ножку попробовала, они такие были недосоленые. В общем, пробуем, солим и минут 10 тушим. Ну, как вам, не шедевр опять? Мне кажется, самый настоящий шедевр. На пляж не хочется ехать от слова совсем. Но голова понимает, что нужно ехать. Лето проходит, и потом буду жалеть очень сильно, что не поехала на пляж. Вот. Тем более у нас, если будет похолодание, говорят даже... Вот такая, как невеста. Что такое? Папа, наверное, идет. Вот. Что... Что хотела сказать, уж забыла. В общем, поеду, наверное. Сначала пойду в вещи, повешу и поеду. Я поеду. Что делать? Дома скукота тоже и думают сидеть еще и сидеть. Долго. Ладно. Уговорила я сама себя. Поеду. Время 4. Смотрите, сейчас какая парковка. Пустая, видите. Потом, когда буду езжать, я вам покажу, какая она. Припарковалась в тенечке. Даже место есть. Все так пусто. Когда приезжаешь, думаю, ой, как классно. Никого нету. Вот я вместе два видео это слеплю и покажу вам. А вот так вот через два часа уже. Видите? И я уезжаю пораньше сегодня, потому что на море поднялся ветер. Ну и, в общем, купаться я уже не полезу. В общем, вот так еду домой. Два часа прошло. Водичка прохладненькая, знаете. А еще очень много подводных таких ручников, которые вообще ледяные. Там кораблики плавают. Тут группа играют в мяч. Но это запрещено в этом году. Играть в мяч. Они там и привезли на этот. Там дофига людей. Как называть? Навес. Карпа. И собрали. Потому что тоже такое запрещено. А, и зонтов штук. Раз, два, три, четыре. Пять штук наставили. Короче. Цыганята, наверное, какие-то. А я вот так вот. Я уже наплавалась. Вот так плывешь, плывешь. Там потом вот такой ручей. Холодный. Блин, а что это? Ну, мы сейчас как скакожишься. А еще у них волосы зеленые. На голове. Ну, ладно, не будем снимать. Так что вот такая вот у нас красота. Мне вот эти вот тростник, не тростник, как его назвать. Так нравится. Я бы, знаете, даже слям взяла несколько домой. Ну, это такие полисборники. Что трындец. Смотрите, какой красивый цвета на закате. Какой закат у нас симпатичный. И вот так всегда смотрю. Знаете, такую высокую вазу. И поставить вот у них туда. И чхать ходить. Каждый раз, как мимо проходишь, чхать ходить. Мы уже возвращаемся назад. Нам там на той стороне две собачки такие интересные попались. Один щеночек маленький. А второй, видимо, папа его. Такие прикольные. Знаете, гавкают. Гавкают, а сами к Чарли подходят. Такие гавкают на него. Но видно, что такие, как это сказать-то... Податливые, что ли. Сумейсу. Не знаю, как сказать. Ну, не агрессивные. Лают, чтобы привлекать к себе внимание. Смотрите, какая красота. Когда вот такой, в такой дымке все. Все. Нагулялась. Такая духотища. Что трындец? Че я зажгла? О, блин. Мало мне света. Зажгла аж два. Все, друзья. Буду с вами прощаться. До завтра. Ставим лайки, пишем комментарии. И всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok